Хорошо устроилось, говорят жильцы дома номер 6 по улице Ломоносова, о бывшем председателе ТСЖ. Спустя месяц управлению выяснилось, у товарищества миллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Председателя тут же переизбрали, вот только привлечь к ответственности предприимчивую женщину оказалось непросто. Более того, она продолжает вмешиваться в дела ТСЖ. Екатерина Гладышевская разбиралась в непростой ситуации. В руках Анатолия Рунковского солидная пачка документов. Говорит, это лишь малая часть свидетельств деяния Ирины Радутной, бывшего председателя. Летом 2014 года член управления, возглавившему ТСЖ на время отпуска руководителя, попали в руки многочисленные письма от ресурсоснабжающих организаций. Согласно им, долг дома только перед ТЭЦ превысил 1 миллион 800 тысяч рублей. На все вопросы председателя отвечают, что ничего не знаю. В сентябре месяце заканчивался срок ее правления. Было собрано собрание, проведено решение, на собрании было принято решение, что данный председатель больше не будет являться председателем. Все нормально, все согласились, и через неделю мы все узнаем должность, что ее переизбрали. Каким образом, никто не знает. Привлечь женщину к ответственности оказалось непросто. Даже обращения в органы внутренних дел ни к чему не привели. По словам жильцов, там просто не нашли состава преступления. Тем временем бывший председатель, как ни в чем не бывало, продолжала вести дела ТСЖ. В частности, заключила мировое соглашение с ТЭЦ, обязуясь в течение трех месяцев погасить часть долга. И немудрствуя лукаво, раскидала эту сумму по жильцам дома, внеся нужные ей цифры в квитанции. Элементарная математика. Мы складываем вот эту цифру, и она получается 527 тысяч. Это та сумма, которую она обязалась ТЭЦ выплачивать каждые три месяца. Она пишет, значит, 280 рублей, 280 рублей, когда у меня нагорело всего 37 киловатт. Это сколько же я должна заплатить? Я подсчитала 97 рублей. Я и думаю, откуда же я 288 рублей должна? Нового председателя избрали в апреле. За Людмилу Кривошину проголосовало более половины жильцов дома. На первом же собрании почти единогласно было решено лишить бывших членов правления власти Айрину Радутную доступа к счету ТСЖ. Налогу и нас регистрируют, получаем доступ к счету. Как выясняется, на счете денег практически не было. Идем к ней к социальным запросам на передачу дел, как председатель ТСЖ, на что мы опять также слышим, что идите в суд, иначе не дам. Соответственно, мы пишем заявление участковому в Первомайский округ, на что получаем отписку с уникальной фразой, что он к ней сходил. Она сказала, что мы под психологическим давлением жителей дома заставляли подписывать против нее. Получив бразды правления, новая власть начала анализировать бюджет и пришла в ужас. Помимо космических нормативов, среди прочих расходов, зарплата дворника 25 тысяч рублей, которые, кстати, по словам жильцов, проживают под одной крышей с бывшим председателем. Хотим добиться, чтобы таких людей не было на таких должностях, чтобы ее не допускать к такой должности, ни к деньгам, то есть, ну как, не обманывала людей, скажем. Но не знаем, как это сделать, скажем так. Куда мы не обращаемся, мы, получается, лбом в стенку стучимся. Ирина Радутная тоже сдаваться не собирается. Она вновь зарегистрировалась в налоговой, как председатель ТСЖ Ломоносова-6. А в подъезде рядом с объявлениями действующего руководства, то и дело появляются альтернативные от оппозиции. Впрочем, обманщица себя Ирина не считает. В телефонном разговоре она озвучила свою точку зрения. Ее переизбрание было незаконным, ведь решения принимали не члены правления. Потому и полномочия она складывать не собирается. Что касается долгов, вина не ее. Это собственники якобы вовремя не оплачивали коммуналку. А кому такое правление не по нраву, пусть идут в суд.